Аудзу Билляху Минашидуану Раджиму «Ва кана хаккан алейна насруль му'менин» Долгом моим является, говорит Аллах, поддержка му'менинов, уверовавших. Если современные мы, как мусульмане, не чувствуем поддержки Всевышнего Аллаха, значит, здесь нет вины нашего Господа, здесь наша вина, здесь наш иман нас подводит, ибо Всевышний Аллах говорит «Ва кана хаккан алейна насруль му'менин» Долгом, говорит, моим является поддержка му'менинов во всех бедах, которые окружили всю нашу ум, во всем, на что мы сегодня жалуемся, нет иной причины и нет иного виновника, кроме нас самих. Ибо Всевышний Аллах правдив в своих обещаниях. Аллах всегда находится рядом с теми, за теми, которые твердо, правдиво, преданно соблюдают руководство своего Создателя, соблюдают эту религию. Но однако Всевышний Аллах презирает и не любит и наказывает тех людей, которые в нём сомневаются, которые рядом с его силой видят иную силу, полагают, что на что-то кто-то может быть способен, что кто-то может повлиять на положение в мире, помимо Всевышнего Аллаха, что кто-то твою личную жизнь в личных своих делах, успехах, или же что-то, что ты делаешь, или же кто-то способен тебе дать риск, кроме Всевышнего Аллаха. Тогда Всевышний Аллах такого раба презирает. Перейдём к тем семи вещам, которые могут служить для нас спасительным кругом в эти смутные времена, которые помогут нам преодолеть все те испытания, которыми Всевышний Аллах испытывает нас всех. Первое – это Ат-Таухид, это единобожие, вера во Всевышнего Аллаха. Сегодня наше единобожие слабеет, когда… Что значит единобожие? Многобожие в виде, в таком виде, вот как в форме поклонения каким-либо идолам, солнцу, небесам, людям и так далее, такое идолопоклонство, такое явление многобожие, оно кануло в лету, это нам не угрожает. Согласно хадису посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, но нам угрожает скрытое многобожие. Когда мы обоимся всего, кроме Всевышнего Аллаха, когда мы надеемся на всё, кроме Всевышнего Аллаха, когда мы видим, что всё, что твоё благополучие, твой успех и злополучие зависит от какого-то или чиновника, или же от какого-нибудь твоего сильного родственника, или же от каких-то вещей, которых сотворил Всевышний Аллах, и не видишь ты могущества Всевышнего Аллаха, не видишь мощи и силы Всевышнего Аллаха над всякой мощью и над всякой силой. Когда ты это перестаёшь видеть, это скрытое многобожие. Об этом и сказано в хадисе посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, «Инна ахвафа ма ахафу аля уммати» Самое большее из того, что «я опасаюсь в своей уме» «Аль-ишраку билляхи» «Предавание сотоварищей Всевышнему Аллаху». Далее прислушайтесь. Я не говорю, говорит посланник Аллаха, что моя умма вернётся к поклонению солнцу, луне или идолу, но однако я опасаюсь за поступки, которые будут совершаться не ради Всевышнего Аллаха. «Ва шахватан хафия» и скрытых страстей, скрытой похоти. Поэтому нет у нас, аль-хамду лиллах, явного, открытого многобожия. Не этого мы должны сегодня опасаться. Конечно, если кто-то только-только приходит в ислам, его стоит обучить, предостерегать от такого многобожия. Но нас, нам угрожает скрытая многобожия. Когда мы находимся в страхе, мы не боимся ни своих грехов, не боимся Всевышнего Аллаха, а боимся всего остального. Поэтому, дорогие братья, изучать нужно эту веру во Всевышнего Аллаха. Нам нужна осознанная вера в нашего Создателя. И эту веру, и это упование на своего Создателя нужно сеять в сердцах наших детей. Ибо сегодня наши дети стали мещенью всяких идеологических диверсий, направленных против их веры во Всевышнего Аллаха. Чтобы один прекрасный день наш ребенок не сказал «Я и вы». Мол, «Я не с вами, вы, вы, я, я». Такие дети появились. Поэтому изучайте веру во Всевышнего Аллаха. Стремитесь познавать Всевышнего Аллаха. Читайте и делайте то, что укрепляет вашу связь, нашу связь с нашим Создателем. Полагайтесь на Него, уповайте на Него, любите Его. Научитесь видеть Его мощь, Его силу, Его волю выше всякой воли, выше всяких распоряжений. За всем стоит Он. Всевышний Аллах призвал нас к этому иману, к этому таухиду после того, как Он убедил нас в том, что за всем только Он стоит. Но если же мы станем опасаться, мы будем бояться всего, кроме Всевышнего Аллаха, перестанем бояться собственного греха, тогда, конечно, нам не ожидать и не видать помощи, поддержки нашего Господа Всевышнего Аллаха. А следующее, что является спасением в наше время, раскаяние, моление у Всевышнего Аллаха, прощение за наши грехи, повторение слов, Потому что Али и Ибн Аббас, радия Аллаху, сказали «Никакая беда не сходит, кроме как по причине греха, и не будет отдалена беда, кроме как благодаря раскаянию». Поэтому у каждого из нас должен быть... То есть одно поклонение, упомянутое в Священном Куране, больше, чем даже пятикратная молитва, больше, чем любое поклонение – это поминание Всевышнего Аллаха. Аллах в Священном Куране говорит, «Аллу Билля и Миня Шри Танир Раджим, «Я, айюха, ладзина, аману, вкуру Аллаха, викранкатиро». «О, вы, которые уверовали, поминайте Аллаха регулярно». Регулярно, постоянно, всегда. Ни о чем так не сказано в Священном Куране. Это значит, что у тебя ты обязан поминать Всевышнего Аллаха регулярно. Ты для этого должен выделять время. Ты должен смиренно, душою, мысленно поминать Всевышнего Аллаха во всех состояниях. Радостно, весело тебе – поминай Всевышнего Аллаха. Печально, плохо тебе – поминай Всевышнего Аллаха. Столкнулся с неудачей – вспомни о Всевышнем Аллахе. Во всех состояниях быть человеком, помнящим, поминающим Всевышнего Аллаха – вот что требует с нас этот аят. И это, естественно, будет спасением. Особенно, когда во времена смуты. Во времена смуты это будет спасением. Следующее. «Аль-ибадату, аль-амалу, салих» – поклонение Всевышнему Аллаху и благое деяние. Наступил смута. Люди пребывают в страхе. Люди не знают, как будет, что будет. Ты знаешь. Ты знаешь. Любое время. Поклонение Всевышнему Аллаху и стремление приумножать благие деяния – это тебя спасет. Это тебя приблизит. Это гарантирует для тебя защиту и покровительство Всевышнего Аллаха. Ибо в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказано. «Аль-ибадату фил-харадж ка хиджратин илайя» – поклонение Всевышнему Аллаху в смутах – это подобно хиджре ко мне, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Когда распространяется ростовщичество, когда распространяется кругом ложь и обман, вероломство, распутство, везде, куда ни посмотришь. Даже каждый раз, когда ты открываешь свой мобильный телефон, всюду смута, всюду искушение. Что нужно делать? Нужно побольше поклоняться Всевышнему Аллаху и совершать благие деяния. Следующее, четвертое – заниматься полезным делом. Полезным делом всегда стараться найти что-либо то, что приносит пользу обществу. Не тратить попусту свою жизнь. Ибо в хадисе, в Священном Куране сказано, Аллах клянется временем асра и говорит, «Временем после полуденной молитвы». Человек пребывает в банкротстве. То есть с каждой минутой любой человек с момента появления на свет с него убывает. Его становится, у него он идет на минус. С каждым днем, потому что каждая секунда, каждая минута, каждый день, неделя, месяц – это отчет кончины, отчет приближения к смерти. И человек, если не сделает то, что будет сказано в этой маленькой суре, этот человек банкрот. Он просто, как свеча, выгорает, сгорает бесполезно. Человек пребывает в убытке, кроме тех, говорит Аллах, «Илля лавина аману». За исключением тех, кто уверовал. «Ва амилу с салихати». И совершает добрые дела, благие дела, полезные дела. Пользу обществу. Приносит, старается сделать, быть человеком полезным. Если никому не можешь помочь, будь полезным даже для своей семьи. Порою бывают такие люди, от которых избегает личная его собственная семья. Не будьте такими, будьте полезными. И следующие. «Ва тавасау бил хакки». И которые советуют друг другу истину. Призывают к истине. Сколько человек из вас, сегодня услышав эти аяты, эти хадисы пророка, саллиллаху алейхи и вассаляма, задайте себе вопрос. Сколько из вас способно, выйдя за порог мечети, дойдя к себе домой, своей супруге рассказать, «Вала, супруга, жена моя, послушай, я получил такую пользу». Вот, оказывается, пророк, саллиллаху алейхи и вассаляма, вот это сказал. Вот, оказывается, мы вот здесь ошибаемся. Кто из нас так делает? Ведь это наш долг. Большая ошибка всех нас полагать, что призыв ислама – это прерогатива и обязанность только имамов, только муфтиев, только ответственных лиц. Валлахи нет. Это долг, обязанность каждого из вас. Это и есть самый большой джихад. Аллах в Священном Коране говорит, «Ваджа хид хум бихи джихадан кабира» «Ведитесь с ними, с невеждами». Большой джихад священным Кораном, знаниями, распространением. Вы знали, что распространение хотя бы одного, того знания, которое вы обрели – это большой джихад. Джихадан кабира, говорит Аллах. Поэтому это большой джихад. Кто из нас этим занимается? Валлахи, дорогие братья, необходимо присутствовать на пятничных уроках и на других мажлицах с блокнотом и ручкой, чтобы это сохранить, ибо это аманат. Вот сегодня, слушай, здесь не раздаются какая-то там платная информация, полезная для твоего бизнеса. Это речь Всевышнего Аллаха и сунна пророка, салли Аллаху алейхи вассаляма. Если вы пренебрегаете этой информацией, как можно избежать гнева Всевышнего Аллаха? Нужно ценить эти знания и распространять их, ибо посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, он же сказал, вы доводите, распространяйте от меня хотя бы один аят Священного Курана. Рассказывайте о сыновьях Израиля в качестве примера, и нет в этом порочного. Аль-Бухари приводит. А тот, кто измышляет обо мне, возводит на пророка, салли Аллаху алейхи вассаляма, ложь, пусть он готовит свое место в аду. Знание – это большая ответственность. Получить его и передавать его в подлинной форме, не добавляя ни буквы, ни огласовки. Вот так сказано, я вот так услышал. А для этого нужно быть очень внимательными ко всему, что до вас доносят из знаний об исламе. Следующее, что необходимо в эти смутные времена – отход от споров и разногласий. Некоторые с шестым столпом этой религии сделали споры. Где не подходить, этот человек постоянно спорит. И люди его избегают. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, то есть вернее, аят Священного Курана нам это запрещает. Аллах в Священном Куране говорит, ауузу билляху аминя шшитланирраджиму, а ла таназау фатафшалу ватадхабари хукум. Вы не спорьте друг с другом, иначе вы потерпите поражение, и вы потеряете свою силу, говорит Всевышний Аллах. Научные диспуты. Полемику. Это оставьте людям, которые знают правила диспута, которые имеют знания. Вы же храните братство между собой. Укрепляйте единство в своих рядах. И следующее, это быть оптимистами. Шестое, это оптимизм. Мусульманину несвойственно всегда говорить, что же нас ожидает. Пессимизм противоречит духу ислама. Мы, как мусульмане, должны быть всегда оптимистами. Оптимистами относительно собственного положения и положения всей нашей умы. Иншаллах, все будет у нас хорошо. И у меня будет хорошо. Лучше или не впереди. Завтра будет лучше, чем вчера. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи и вассалям, нам подал в этом пример. Самым худшим положением, самые худшие тяжкие его дни, когда за его жизнь объявили, на него объявили охоту, за него объявили ценную материальную награду, вознаграждение, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи и вассалям, будучи в таком положении, уже распоряжался и давал подарки персов. Сурака, который настиг пророка, саллиллаху алейхи и вассалям, и который был гоним, то есть изгоняем, вынужденный покинуть родную мекку, когда его настиг Сурака, он говорит, что ты скажешь, Сурака, когда ты оденешь на свои руки браслеты кисры правителя Персии. Это и есть оптимизм. Оптимизм дает нам силу. Паника, опасение, пессимизм – это не для мусульманина, дорогие братья. И последнее – это чувство Бога брата своего, чувство братства со всеми, кто уверовал во Всевышнего Аллаха. Чувствовать это братство каким образом? Любыми способами можем поддержать материально. Мы слышим о беде, настигшей каких-то наших братьев, которых мы в глаза не видели, которые являются совсем другой народностью. Можешь… Нет у тебя иного выхода, кроме как со слезами на глазах у Всевышнего попросить за них. Поддержать своей мольбой – это братство. Сможешь чем-нибудь по-другому помочь? Дорогие братья, далеко не нужно уходить. Рядом с вами есть те братья, которые нуждаются в вашей материальной, моральной, физической, любой помощи. Ищите тех, кому вы можете помочь, кому вы можете выразить свое братство. Вот эти семь вещей, дорогие братья, если мы будем практиковать, если за них мы будем держаться, иншаллах, мы все испытания, всю эту смуту преодолеем и сохраним для нашего потомства в первую очередь, веру во Всевышнего Аллаха. Это бесценное, драгоценное наследство нашего пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, и мы не будем опасаться за своих потомков, внуков, правнуков. И они после нашей смерти будут вспоминать нас и брать с нас пример. Да сделает Всевышний Аллах нас предводителями, уверовавших и примером для всех остальных. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Продолжение следует...